Всем привет, с вами Вандалей, и решил я что-то вернуть в 2015 год, и перепрошел третий Black Ops. Конечно же, натыкаясь на разные ляпы и секреты, о которых вам в данном ролике и расскажу. Причем о ляпах русской локализации мы говорить не будем, но только под самый конец. В данном ролике мы поговорим о косяках оригинальной игры, допущенных самими разработчиками. Итак, в самом начале, когда мы выходим из здания, за нами выбегают три союзных бойца. Кстати, все одинаковые внешности. С высокой долей вероятности, они будут коряло взаимодействовать с геометрией, даже если мы просто смотрим на них. Что уж говорить о том, чтобы встать у бедолаг на пути, они тогда вообще не будут знать, что делать. Выглядит забавно. Здесь же осмотрим нильцев. Этой девахе забыли выдать планшет. А вот горячий боец, который все горит и горит, и короче его так и не потушит. Но и погибнуть он не погибает. Далее мы добираемся до комнаты с камерами. А слева от нас приезжает сначала один грузовик, потом он уезжает и появляется второй. Дожидаемся второго грузовика и выходим в главное меню. После чего возвращаемся к прохождению с той же точки. И теперь игра загрузит сразу два грузовика. Один пройдет сквозь второй. Вообще, вот так перезагружая игру, можно сломать многие скрипты. Пулеметчика, которого убивает Холл, конечно же нельзя убить самому. А вот уже наши пулеметчики. Они мне сразу не понравились. Эти парни кажутся настоящие роботы, ибо им не прописали вообще никакой анимации. Ну а потом началась боевая сцена. И святые небеса, лучше по анимации стрельбы у них тоже не было. Потому что это какой-то испанский стыд. В определенный момент боец вообще стреляет по броне своего же БТРа. И это не случайность, это происходит всегда. Строго по скрипту. Думаете, смешнее быть не может? Тогда посмотрите на Хендрикса, который тоже самый настоящий киборг. Вообще не двигается, и только одними губами выдает всю палитру эмоций. Что на контрасте с его фразами выглядит довольно нелепо. А что ты, мать, мать, думаешь, я делаю? Давай, хватись, папа! Сдерживайте их! Этот кусок говна еще не сдох! В конце тренировочной миссии можно выбросить детали от роботов за пределы поезда. И тогда мы увидим, что детали несутся по локации со скоростью поезда. А точнее все наоборот. Поезд стоит на месте, как и детали. А вокруг них иллюзия движущейся локации. После второй миссии игрок получает доступ к убежищу. А в нем есть комп, в который загружена энциклопедия, рассказывающая о реальных исторических событиях и секретных операциях ЦРУ. Которые плавно перетекают в описание будущего. Того, что происходило в мире между вторым и третьим былокопсами. Удивительно, но несмотря на всосный сюжет компании, точнее в принципе сюжет неплохой, просто играть в него как-то совершенно неинтересно. Так вот, несмотря на это, авторы максимально подробно и интересно прописали игровой мир. Именно что прописали. Сыграть нам в него не дали. Но вот почитать про противостояние США и России в будущем, или про развал Евросоюза, пожалуйста. Описано все весьма логично и правдоподобно, так как во многом придуманные исторические события имеют параллели с реальностью. Например, здесь упоминается проект ЦРУ «Акустическая кошечка». И это реальный проект, в ходе которого взяли кошку и имплантировали в нее микрофон и антенну. В ходе испытания она должна была подойти к двум мужчинам на скамейке и тем самым помочь подслушать их разговор. Но вместо этого кошка выбежала на шоссе и была сбита машиной. Потрясающая история. И вот игра предлагает нам ее логическое развитие. Якобы в будущем ЦРУ развернула аналогичный эксперимент. В коров имплантировали взрывчатку, а в их глазные яблоки встраивались видеокамеры. Аналогично для слежки. И, блин, это интересно. Но вернемся к ляпам. В миссии мести во время режима замедления попробуйте стрелять одиночными. Звук стрельбы все равно будет такой, будто мы мочим небольшими очередями. А вот какой звук должен быть. В этой же миссии в самом ее начале в одной из квартир по аудиосистеме играет композиция из зомби аркады Dead Ops из первого Black Ops. Такая вот небольшая пасхалка. Первая миссия в Каире. Здесь классическое ломание скриптов. Проходим сюда вперед Халиля. И каталку проводят раньше времени. А уже после сюда доходит сам Халиль. И пропускает каталку, которая давно проехала. Прежде чем садиться в машину, можно выбежать по дороге справа и увидеть бойцов, которые спаунятся и проходят сквозь палатку. Или выбежать с другой стороны, где едут два транспорта. И несмотря на предупреждение вернуться к игре и всю эту рябь, все равно видно, как автомобили врезаются в героя и не сбивают его. Более того, наш боец может даже немного застопорить их движение. Далее, когда мы добираемся до сбитого летательного аппарата, здесь прекрасно видно, что боец внутри замер и ожидает катсцены. Мы даже можем в него пострелять. И только в катсцене он оживает. Среди наших способностей, которые мы можем прокачать в убежище, есть одно потрясающее умение. Называется удаленный угон, который позволяет взламывать дроны и вот эти ходячие танки противника. При обычном прохождении их надо уничтожать. Сначала стрельбой, потом ракетами. Но используя эту способность, просто удерживаем кью и получаем контроль над ужасной машиной убийств. То же касается дронов. И более того, например в миссии с проникновением в разум киберблондинки, можно взять под контроль свой же союзный дрон и с помощью него взлететь над картой. Благодаря чему будут видны ее размеры и где она заканчивается. Также сама битва против Холл становится намного легче, если просто взять управление дроном и непрерывно поливать ее свинцом. Наконец в сцене, когда Тейлор подходит с ножом к главному герою, в русской версии, у ножа почему-то отсутствует лезвие. Я хз как они это сломали, но в итоге вообще непонятно, что он там в руке держит. И выглядит так, будто свой панаи Тейлор вырывает просто рукой. Вот правильные кадры из оригинала. И на этом заканчиваются интересности, которые я нашел в третьем Блэкопсе. Некоторые ляпы были присваны мне подписчиком Олегом Клименко, за что ему большое спасибо. А ролик подошел к концу, надеюсь вам было интересно. Если да, то смотрите другие ролики на канале. А с вами был Ванделей, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok